МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И большой шлем. Следим за финалом и болеем за нашу теннисистку. Шарапова играет против Уильямс. Вы смотрите Лайф-Ньюс. В студии Оксана Кочкина. Мы продолжаем рассказывать о самых важных и интересных событиях этой субботы. Под массированный обстрел попал город Горлов, расположенный к северу от Донецка. Силыки используют крупнокалиберную артиллерию и минометы. Снаряды рвутся в самом центре города. Сообщается, что один из них попал в продуктовый магазин. Возможно, что там есть пострадавшие. Точных данных о погибших и раненых пока нет. Известно, что за минувшую ночь жертвами обстрела уже стали 4 человека. По некоторым свидетельствам, при атаке украинской армии использовала запрещенные кассетные боеприпасы. В Горловке нет позиций и блокпостов ополченцев. Никаких боев там не ведется. Представители ополчения готовы лететь в Минск, если Киев пришлет переговорщиков, уполномоченных принимать решение. Встреча контактной группы может состояться уже сегодня. Накануне Денис Пушилин и Владислав Дейнега уже прилетали в белорусскую столицу. Они привезли с собой проект некого договора, который рассчитывали подписать по итогам консультации. Однако Киев так никого и не прислал. Позже украинские власти заявили, что согласны вести переговоры только с главами самопровозглашенных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Именно они в сентябре подписали Минские соглашения. Однако сегодня в Белоруссию снова собираются вид спикеры Народных Советов. 12-я ГУМ-колонна МЧС пересекла российско-украинскую границу. Грузовики прошли все необходимые таможенные процедуры. Половина автомобилей отправилась в Луганск и уже приехала туда. Вторая часть колонны в Донецке. В составе конвоя более 170 машин они доставили в ДНР и ЛНР. Более полутора тысяч тонн гуманитарного груза. В его состав входят продукты, лекарства, предмет первой необходимости и стройматериалы. Киев уже заявил, что расценивает доставку груза как вторжение на территорию Украины. Власти страны по-прежнему утверждают, что Россия формирует конвои без участия Красного Креста. При этом наша страна никогда не скрывала состав гуманитарной помощи Донбассу. Грузовики не раз осматривали как международные наблюдатели, так и журналисты. О том, какой путь проделали автомобили 12-го конвоя, напомнит моя коллега Алена Пивкина. Раннее утро 27 января. Два десятка тягачей выдвигаются из подмосковного Ногинска в Ковалевку, населенный пункт Ростовской области. Именно там должны сформировать автоколонну МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик. В состав груза будет входить продукты питания, это крупы в ассортименте, мука, макаронные изделия, кондитерские изделия, томат, паста, растительное масло, также строительные материалы, медицинское имущество, лекарственные средства. Также в составе гумпомощи канистры с топливом и электрогенераторы. Без них люди, чьи дома, разрушены крупнокалиберными снарядами украинской армии, не переживут зиму. Мы выполняем мирную миссию, поэтому мы с оружием дела не имеем, а там люди, наверное, тоже и нас оберегают, и мы помогаем, поэтому страха особого нету, и едем с нормальным настроением, чтобы помочь населению пострадавшим. Дорога от Ногинска до Ростовской области около тысячи километров, занимает четверо суток. Из-за сложных погодных условий снегопад и гололед едут медленно, в среднем 60 километров в час. Остановка лишь одна, в Воронеже. Чтобы переезд не отнял все силы, в том числе и моральные, водителей сопровождает врач-психолог. Вообще, то, куда мы едем, всегда как бы нестабильна, обстановка там. Поэтому моя задача сделать так, чтобы они были спокойны и выполняли свои задачи максимально эффективно. В составе 12-й гуманитарной колонны более 170 автомобилей. Они перевезут в Донбасс свыше полутора тысяч тонн грузов. Россия начала отправлять гум-помощь на юго-восток Украины с августа прошлого года. За это время удалось доставить 15 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и предметов для необходимости. Алена Пивкина, Олег Сидякин, Алексей Курский. Life News. Наши коллеги, Елизавета Хромцова и Наталья Калышева, депортированные с Украины, находятся уже в России, они направляются в Москву. Чувствую себя даже хорошо, потому что адреналин очень помогает. И я вот честно, у меня сегодня на пограничном пункте в Брянской области есть комната отдыха, нам предлагали полежать, просто поспать, пока за нами приедет машина, но не получилось, потому что эмоции переполняют. Наших коллег накануне несколько часов допрашивали сотрудники Службы безопасности Украины. Там журналистов ознакомили с постановлением о выдворении страны. В течение пяти лет им запрещен въезд на территорию Украины. На вопрос, какие именно правонарушения были совершены за время работы, наши коллеги ответы не получили. Я пыталась несколько раз, задавала этот вопрос нескольким людям, и вот они сказали, что вы поймите простую вещь, это решение нашего руководства. Причем было оно принято еще в 20-х числах, выдворении. Документ был подписан еще 29-го числа, о моем выдворении, по крайней мере. Наталья, насколько я знаю, тоже 29-го числа документ подписали. Но причину нам никто не назвал. Единственное, что там сказали, что если вы хотите добиться каких-то там конкретных объяснений и так далее, подавайте в суд на Службу безопасности Украины и встретимся в суде. Угроза национальной безопасности Украины. Такиевские силовики характеризовали деятельность наших репортеров. А вот международные правозащитники считают, что такая формулировка всего лишь повод, который придумали власти страны. Это просто предлог, чтобы выдворить журналистов телеканала, которого им не нравится. Дело в том, что власти любой страны может не нравиться то, что вещает телеканал. Они могут сказать все, что угодно об этом телеканале. Это их право, это их дело. Но то, что нельзя делать, это придумать причиной, придумать предлога, чтобы выдворить журналистов, которые просто делают свою работу. Действия СБУ в отношении Лизы и Наташи далеко не первый случай, когда правоохранительные органы Украины не соблюдают международное законодательство. В течение прошлого года мы зафиксировали многочисленные случаи, когда российских журналистов либо выдворили произвольные из страны, либо не пустили в страну, либо выдворили и запретили въезд с трех до пяти лет. Таких случаев, к сожалению, много. Работе журналистов нашего телеканала на Украине не раз вмешали как радикалы, так и силовые структуры. Сотрудники милиции не приходили репортерам на помощь во время нападений на митингах. 18 мая прошлого года под Краматорском СБУ захватила корреспондента Олега Сидякина и оператора Марата Сайченко. В ведомстве утверждали, что они не журналисты, а пособники террористов, которые работают под прикрытием. Никаких доказательств службы безопасности, правда, так и не представила. К другим темам переходим. Поджог. Это одна из версий возникновения пожара в библиотеке Института общественных наук в Москве. Следователи не исключают, что здание подожгли, чтобы провести зачистку территории под застройку новых зданий. На месте до сих пор работают спасатели. Подробности происшествия у Алексея Казанникова. 2000 квадратных метров территории Института научной информации по общественным наукам объяты пламенем. В этом здании одновременно трудятся больше полутысячи сотрудников. В начале 11-го вечера, когда в храме науки начался пожар, никого из них уже не было, а институт вспыхнул, как спичка. Пожар быстро распространялся, персину практически второму этажу. Начальникам караула было принято решение о введении повышенного ранга пожара, третьего, для необходимого сверхточения непосредственной силы. Часть института больше тысячи квадратных метров обрушилась буквально за считанные минуты. Целиком уничтожены офисные помещения, в которых трудились сотрудники. Остановить огонь никак не получалось. В фундаментальной библиотеке научной информации по общественным наукам больше 14 миллионов книг. Среди них есть уникальные, очень ценные экземпляры. Это книги 14-20 веков, в частности, на древних языках. Велика вероятность, что именно эта часть библиотечного фонда может быть уничтожена. На вызов приехали 30 подразделений спасателей. Одновременно тушением пламени занимались полторы сотни пожарных. Благодаря им книгохранилища с ценными экземплярами удалось спасти. Рукописи лучшей библиотеки в Европе по общественным наукам не сгорели. Эти ребята сделали все, что только можно, чтобы спасти книги. Остальное, я думаю, мы отстроим. Это чудовищно для меня. Я здесь работаю с 1976 года. Я был младшим научным сотрудником и 17 лет работаю директором. Хуже дня в моей жизни не было. Я думаю, основная причина в том, что Российская Академия Наук и студенты ее не дофинансировались. Я думаю, что вот система противопожарной, противопожарной безопасности не вполне финансировалась. Алексей Казаликов и Константин Просалов LifeNews. Дмитрий Медведев подписал постановление о бесплатном доступе к вызову экстренных служб. Теперь россияне в чрезвычайных ситуациях, а также в случае угрозы жизни и здоровью, должны набрать на телефоне 112. Операторы всех сетей обязаны обеспечить абонентам круглосуточный и безвозмездный доступ к этому короткому номеру. В ответе за каждую копейку правительство и Центробанк будут регулярно отчитываться об исполнении антикризисного плана, а счетная палата проверит его эффективность. Сколько стоит документ по стабилизации экономики? Моя коллега Ольга Рогожина все подсчитала. 2 триллиона и 300 миллиардов рублей. Такова цена антикризисного плана. В документ включены 60 первоочередных мероприятий. Прежде всего обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности, плюс поддержка импортозамещения и экспорта несырьевых товаров. Все это, цитирую, в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры. Крупнейшая статья расходов до капитализации банков. На эти цели будет выделен 1 триллион рублей из средств агентства по страхованию вкладов и 250 миллиардов рублей из средства фонда национального благосостояния. 300 миллиардов рублей будет потрачено на финансирование внешэкономбанка. При этом правительство хочет увеличить объем гарантий по кредитам, предприятиям и выделить субсидии на них. На это хотят потратить более 200 миллиардов. Социальная сфера более 52 миллиардов на стимулирование занятости, 30 на пособие по безработице, отдельное внимание к пенсиям, их проиндексируют. На это выделено 188 миллиардов, плюс помогут регионам 160 миллиардов на закрытие кредитов. Это почти половина от суммы долга. Есть предложение по единовременным выплатам многодетным семьям. 20 тысяч рублей из материнского капитала можно будет использовать на любые цели. На финансирование малых инвестиционных предприятий планируется выделить 5 миллиардов рублей. Изменят критерии для малого и среднего бизнеса, чтобы число предприятий, относящихся к этой категории, увеличилось. Плюс обещают ограничить число проверок от федеральной антимонопольной службы. Ну а для индивидуальных предпринимателей уже действуют налоговые каникулы. Крупным предприятиям компенсируют расходы на покупку импортных комплектующих, могут дать двухлетние каникулы на страхование ответственности владельца опасных производственных объектов. Что касается поддержки других отраслей экономики, например, расходы на сельское хозяйство не сократят. Наоборот, планируют выделить еще 50 миллиардов. Плюс не забыли и про средства для субсидирования скидок на агротехнику отечественного производства. Еще один важный пункт документа сокращения расходов. Большинство расходов федерального бюджета на 2015 сократят на 10%. А в течение следующих трех лет госрасходы планируют сокращать как минимум на 5% в год, чтобы к 2017 достичь сбалансированности бюджета. Особые мания обратят на неэффективные траты и расходы на оплату услуг повышенной комфортности, то есть дорогую мебель и автомобили. Госдума антикризисный план одобрила, но депутаты настояли, чтобы правительство ежеквартально отчитывалось о реализации принятых мер, а перераспределение расходов бюджета согласовывалось с профильным комитетом нижней палаты. Проследить за расходованием средств поручено счетной палате. Однако Минфин не торопится финансировать план правительства. Ведомство Антона Силуанова предлагает сократить траты как минимум в 65 раз в первом квартале этого года. Так, здесь не видят необходимости дополнительно кредитовать регионы. Не спешит Минфин тратить деньги Фонда национального благосостояния и на докапитализацию банков. Главный аргумент зачем нужны дополнительные траты, если еще не освоены выделенные на эти статьи бюджетные деньги. К международным новостям переходим. В Греции долги не спишут. Канцлер Германии Ангела Меркель больше не видит для этого основания и по-прежнему призывает граждан республики затянуть ПЭСа. Меркель подчеркнула, что частные банки и так простили стране уже несколько миллиардов. По словам канцлера, Европа будет проявлять солидарность с Грецией, если та продолжит политику реформ и соблюдение жесткой экономии. Пять лет назад в Греции разразился кризис. Стройка кредиторов Евросоюз, Европейские банки и МВФ выделили Афинам многомиллиардные кредиты. Но взамен на жесткие меры. От страны требовали сократить расходы бюджета, приватизировать часть госпредприятий и проводить структурные реформы. Новое правительство Ципроса уже заявило, что будет добиваться максимального списания кредитов страны без всяких условий. Сейчас внешний долг Греции около 300 миллиардов евро. Амиди Кулебали снял на видео теракт в парижском супермаркете 9 января. Об этом сообщает американская разведка. К своей одежде боевик прикрепил камеру GoPro. С помощью нее он записал 7 минут нападения. На пленку попали момент захвата магазина и убийства троих человек. Следствие считает, что экстремист мог отправить снятое видео по электронной почте. По словам заложников, он пытался выйти в интернет через ноутбук и подсоединить к нему карту памяти. Теракт 9 января произошел в одном из кошерных магазинов Парижа на Востоке города. Кулебали захватил в заложники 15 посетителей. Четверых из них убил. Сам экстремист погиб во время штурма здания. В японском медиа заявили, ситуация с заложником, которого удерживают боевики исламского государства, зашла в тупик. Министерство уверяет, что делают все возможное, чтобы сохранить жизнь журналисту. Накануне глава внешнеполитического ведомства также отметил, что никаких изменений нет. Как известно, время пришло. Это правда, что тот срок, который установили в исламском государстве, уже прошел. Но мы продолжаем работать и собирать информацию, а также надеяться на лучшее. В своем последнем сообщении боевики потребовали выполнить их условия до конца четверга. Они хотят обменять заложников на террористку-смертницу. Женщина отбывает срок в Иордании. При этом, помимо японского журналиста, у исламистов находится и орданский пилот. И именно его боевики пообещали убить, если их ультиматум не выполнится. Тем временем в Омане заявили, что заключенная пока остается в тюрьме, поскольку нет никаких доказательств, что пленный, подданный Иордании по-прежнему жив. Экипаж самолета AirAsia незадолго до катастрофы мог отключить бортовой компьютер. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники близкие к расследованию. Неполадки в работе оборудования наблюдались в течение недели перед крушением. Капитан за несколько дней до аварии с этой неисправностью выполнял рейс. По данным источников информагентства, пилоты во время полета попытались перезагрузить компьютер. Им это не удалось, и они его отключили. Шаг привел к снятию дополнительной защиты, которая не позволяет пилоту выводить самолет в так называемые опасные режимы. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла после того, как второй пилот не справился с управлением и слишком быстро набрал высоту. Аэробус компании AirAsia потерпел крушение 28 декабря. Через 40 минут после вылета лайнер пропал с экранов радаров. На борту находились 162 человека. Все они погибли. Сейчас найдено 70 тел.